Водные фейерверки В эти дни темнеет в Хабаровске уже достаточно рано и фейерверки были назначены на 8. В ожидании грандиозной точки всех приехавших развлекали десятки артистов и ансамблей от кельтского хора и до шерлидеров. В это время на берегу шли финальные приготовления. Первый в Хабаровский фестиваль водных фейерверков – это не просто красивое название, это еще и огромная ответственность, которую взяли на себя организаторы. Например, на составление одной только партитуры взрывов и залпов ушло больше месяца. Я этим живу, вся команда этим живет, мы этим болеем, души не чаем в этом деле. В деле фейерверка, проведения фейерверка. Когда люди довольны, рады и счастливы, мы также счастливы, рады и довольны. Три, два, один, фур! Я думаю, да, очень достойно. Достойно в силу того, что было музыкальное сопровождение, краски, эмоции, все это объединяет. А мне понравилось, как выступала группа по детске Амур. Ну, бывает. Ну, в общем, классно. Действительно, достойно. Точное количество таких вот зачарованных зрителей еще не подсчитали, но уже сейчас понятно, что их было больше пяти тысяч. И абсолютное большинство из них пришли на праздник всей семьей, что очень легко объяснимо, если знать о подходе к делу организаторов фестиваля. Я, наверное, скажу не только за себя, хотя у меня это основное. Конечно, это семья, это моя любимая жена, это мои дети. Они дают мне как можно, ну, то есть максимальный заряд эмоций, максимальный заряд поддержки. И всем бы я хотел пожелать именно вот такого, чтобы всем придавалась силы все-таки семья. Это самое главное. Ну что же, летний сезон в Хабаровске официально закрыт. А впереди зима, а это значит гонки на льду, на собачьих упряжках, на снегоходах, покатушки на тюбах, лыжах, сноубордах, зимние шашлыки. В общем, ждем с нетерпением. Дмитрий Павленко, Анна Харольская, Денис Лесняков. Программа «Настоящее время».